Сегодня мы тестируем самоходный гусеничный снегоуборщик Принципиально это вполне обычная машина С повышенной тягой, которую обеспечивают гусеницы, снег вылетает легко Машина не сломается, будет служить вам годами и десятилетиями Всем привет! Это канал Мастер Форум, с вами тестовая команда Потребитель Сегодня мы тестируем самоходный гусеничный снегоуборщик Чемпион СТТ-761Е А скажем так, это один из самых доступных по цене гусеничных снегоуборщиков в принципе Вот сейчас мы его загоним в снег, поработаем им и расскажем, чем он понравился, чем он может быть не понравился И кому и зачем он может быть, скажем так, наилучшим выбором Погнали! Принципиально это вполне обычная машина Двигатель 7 лошадиных сил, 61 см ширина ковша Фрикционная трансмиссия, 6 передних передач, 2 задних, управление выбросом Все фактически с панели То есть вот поворот здесь, угол наклона здесь Двигатель в зимнем исполнении уже с кожухами, там где это надо С менее развитым орибрением цилиндра, чтобы он не так сильно остывал во время работы Все-таки зима, температуры низкие Есть электростартер от 220 вольт Все запускается абсолютно легко, даже шнуром Стартер, ну, мне, например, не понадобился Я его без проблем завожу и так Вот, гусеничная трансмиссия Что в ней хорошо? Сразу так, скорость движения у него ниже, чем у колесных машин Во всем диапазоне передач, то есть на 6-й транспортный он идет, наверное, где-то километра 3 в час Мы сюда его катили где-то метров 300 до этой площадки Ну, долго, достаточно Но зато на 1-й, 2-й передаче у него очень низкая скорость движения И это позволяет ему, вот, в сочетании с повышенной тягой, которую обеспечивают гусеницы Это позволяет ему без проблем преодолевать сложные сугробы Мы это покажем, потому что здесь мы проходили Чтобы сюда попасть, проходили вал, который накидали машины снегоуборочные, которые чистили дорогу Вот он его спокойно совершенно вот так вот вгрызся у него и пошел Попробуем это продемонстрировать потом чуть позже Значит, здесь было несколько снегопадов Каждый из них небольшой, но вот суммарно насыпало где-то сантиметров 30 Была небольшая оттепель Снег достаточно рыхлый, то есть это не тяжелая ситуация Сложные ситуации здесь вот везде, где мы не трогали всю зиму Здесь есть, где ему развернуться Вот пока что мы показали, только прошли по рыхлому снегу И видим, что идет он так достаточно уверенно Кидает он далеко, это хорошо Вот, но пока еще мы не ставили перед ним каких-то реально сложных задач Из оснащения интересного Здесь есть фара, причем не светодиодная, а похоже галогеновая То есть на ней подтаивает снег, она не залепляется Тоже плюс Есть подогрев рукояток Подогрев рукояток, нужен он или нет? Ну, звучит так достаточно парадоксально Я думаю, что кто сталкивался, тот отметил для себя, что вещь очень такая удобная и приятная Я сам так считаю Но доводилось слышать такую точку зрения, что как раз таки вот Ну, когда по рукоятке с подогревом снег падает Он падает либо от того, что осадки, либо от того, что летит выброшенный Оседает, подтаивает, перчатки промокают, руки начинают мерзнуть А если бы, если его нет этого подогрева, то и руки не мерзнут Ну, наверное, такое может быть, если у тебя хорошие очень перчатки, которые не продуваются ветром И держат любой мороз У меня как-то обычно таких нет Обычно такие более-менее легкие Поэтому все равно они промокают И поэтому с рукоятками мне, скажем так, приятнее То есть, на мой взгляд, это не маркетинговая все-таки какая-то такая вещь А вполне функциональная Но если у вас есть хорошие такие перчатки, которые не продуваются И на морозе хорошо работают То вам он, наверное, и не нужен Во всех остальных случаях очень даже полезная, приятная вещь Попробуем загнать в более серьезный сугроб Вот туда вот, например, там мы не трогали всю зиму Сейчас вот так вот прямо пройдем И туда попробуем вгрызться и прогнать его там Посмотрим У нас получились практически археологические раскопки Мы докопались до старых запасов льда Это то, что было вот в разгар оттепеля, скорее всего В декабре еще То есть, снег таял, замерзал И вот он сейчас такой плотный, что он держит меня Спокойно совершенно Но если попрыгать, то я его ломаю, проламываю Тут снегоуборщик предпочел въехать вверх Чтобы это дело не ломать Но вот если разломать сейчас То я думаю, что он спокойно совершенно это и прогрызет Кстати, вообще разумная тактика работы снегоуборщиком Подразумевает, что если какой-то сугроб монолитный Не надо его пытаться пробивать, не надо вот туда-сюда Разбить лопатой железной на куски Они могут быть крупные, какие угодно Главное, чтобы они были подвижные Тогда он это дело сможет прожевать Сейчас просто подобью эти куски Так, чтобы оно было не единым массивом Ого Это даже лопата не пробивает Так, легко А теперь чемпион в студию снова Я ожидал Чего-то подобного И снегоуборщик не подвел Скажем так, полностью себя оправдал То есть он уверенно прет В тех сугробах, которые, в принципе, снегоуборщик должен брать Вот та вот ледышка, которая внизу была На нее вообще снегоуборщики такого типа фрикционные не рассчитаны Если хотите вот такой прямо снег убирать То это уже надо смотреть на машины с гидростатической трансмиссией А фрикционные Вот на такую нагрузку не рассчитаны Это если постоянно будете в такую сугробу загонять То это риск сломать его А вот все остальное, то, что он здесь показывал Это все великолепное Вот именно вот то, что должно было быть То есть глубокий снег, плотный Он здесь плотный достаточно Тяжелый Он его спокойно совершенно убирает, кидает Ему хватает производительности Он идет не быстро И при этом с очень уверенной тягой Это вот то, чем как раз хороши гусеничные Колесным мне бы здесь, скорее всего, пришлось бы Вот постоянно его раскачивать туда-сюда Вверх-вниз, вправо-влево Чтобы он продавливал вот этот вот сугроб ковшом У гусеничного тяга гораздо выше И ему хватает собственных сил, чтобы это сделать Сейчас еще здесь немножко расчищу площадку Вот поэтому вот Ну это не пухляк, но такой рыхлый снег И потом перейдем туда, где машины сгребали с дороги Чистили дорогу И накидали вот эти вот сугробы такие Попробуем там тоже поработать Дальность выброса, насколько я здесь могу видеть 10 метров где-то, наверное, уверенно берет Но вообще надо сказать, что дальность выброса Это такой параметр отчасти спекулятивный Во-первых, он очень сильно зависит от состояния снега А во-вторых, далеко не всегда Та дальность, которая максимальная, заявлена Она реализуема далеко не всегда не из-за машины А из-за того, что просто некуда кидать Как Кутузов говорил, велика дальность выброса А кидать-то и некуда Позади сарай Сарай, соседские заборы, там что-то еще И получается, что кидать тебе максимум Можно на 5-6 метровый пятачок рядом где-то То есть более ценно бывает иногда Возможность быстро реагировать Менять направление Угол выброса Но, если честно, спокойно останавливаешься Останавливаешь движение Спокойно регулируешь Куда тебе надо кидать То есть не торопясь Это бывает более надежно, чем Пытаться лихорадочно что-то крутить Чтобы настроиться, точно прицелиться Вот один из моментов, который понравился здесь И на который внимание обычно не обращают А напрасно Вот этот вот канал Между желобом и улиткой ротора Он имеет значение То есть очень часто здесь бывает Просто вот такое квадратное отверстие То есть оно перекрывает Часть сечения канала И здесь получается бутылочное горлышко То есть вот как раз таки в этом случае Более велик риск того, что этот канал будет забиваться Особенно сырым снегом Здесь сделано так, что никакого бутылочного горлышка нет То есть максимально широкий переход от улитки ротора к желобу И здесь снег не задерживается Это влияет и на дальность выброса Положительно влияет Это влияет и на то, что снегоуборщик меньше будет забиваться Плотным сырым снегом Здесь нет заужения Здесь нет бутылочного горлышка Снег вылетает легко Так бывает не всегда Вот на это надо обращать внимание Особенно если вы живете в регионе С влажным климатом зимой, когда снег очень часто сырой Вот в этих условиях как раз вероятность того, что будет забиваться выше И на этот момент имеет смысл обращать внимание Ну вот мы добрались до истории Скажем так, это одна из главных проблем дачника Две недели отсутствовал Приехал, за это время проезд к дому закидали Трактор с дороги нагреб вот такие вот сугробы Надо расчищать их как-то Есть снегоуборщик, допустим Ему тяжело тоже Это плотный спрессованный снег Вот сейчас посмотрим, как Вот этот вот чемпион справится Вот с таким вот сугробом Ну, собственно говоря Мы уже вот это вот проходили Мы примерно знаем Надо же показать Справляется он нормально Надо это продемонстрировать Субтитры сделал DimaTorzok Абсолютно показательное И абсолютно то, что и должно было быть То, что он вот так вот въезжает вверх Поначалу, это не должно удивлять Это очень тяжелые условия И, в общем-то, то, что недорогой Прямо скажем, недорогой снегоуборщик Справляется вот с этим вот прекрасно То есть да, в два приема Даже в три приема Прошел вперед, снял верхний слой Откатился назад, снял нижний И без проблем, главное, без усилий с моей стороны Работает машина Я так только направляю Выполняю командирские функции Но давайте коротко пробежимся По тем моментам, которые понравились И не понравились По итогам испытаний видим, что машинка Очень эффективная Этим очень понравилась Что еще понравилось Из отдельных технических моментов Про то, как организован переход Между улиткой ротора и желобом Уже говорили Хороший момент Значит, что еще здесь есть интересного На что имеет смысл обращать внимание Маленькая деталька Вот здесь вот есть Резинка На стыке вот этих вот двух деталей Стоит такая резиночка маленькая Которая не позволяет снегу Вылетать назад Когда козырек находится Вот в таком вот Максимально низком положении Деталь копеечная Но она бывает не всегда И если ее нет То вот здесь вот прям Такой поток снега выбивает То есть он летит на двигатель Всюду Но это и неэффективно И как-то некрасиво То есть вот маленькая деталька Она здесь есть И это хорошо Что очень понравилось Высота рукояток Такое ощущение Что она вот оптимальна Уже под человека Ростом выше среднего То есть под наш средний рост Я стою У меня есть еще запас То есть если надо наклонить Куда-то там например Я могу просто выпрямить руки Чуть-чуть И отклонить его Мне не надо наклоняться То есть у меня не работает Практически спина У меня работают только руки Я меньше устаю Вот очень часто у снегоуборщиков Была проблема Слишком низкие рукоятки И приходилось вот работать спиной Ногами Чтобы эффективно работать Здесь такое ощущение Что этого нет То есть он уже оптимизирован Похоже под наш рост И это здорово На самом деле Колесный или гусеничный В чем они отличаются Друг от друга И как выбирать Здесь есть момент Колесный как правило Он более быстрый Он более маневренный И можно вот Его можно легко крутить Как правило Вот так вот Гусеничный сложнее Хотя этот Ну у гусеничного Есть подкруковые Переключатели Вот эти вот Которые разблокируют гусеницу Но в любом случае Маневрирование Вот такое вот гусеничным Оно требует больше усилий И вот вверх-вниз Его качать Тоже тяжелее Но этот недостаток Компенсируется Гораздо более высокой Серьезной тягой То есть там где Вот такой сугроб Пройти колесным Это пришлось бы усилия Прикладывать А этот прополз сам То есть в этом Прелесть гусеничных машин Они гораздо меньше усилий Требуют со стороны оператора Для того чтобы сделать ту же работу Либо справляются с работой С которой не справляются колеса Но вообще надо учитывать Что вот в принципе Все снегоуборщики С фрикционным диском Рассчитаны на уборку Либо свежевыпавшего Либо какого-то слежавшегося снега Но не лед Не сугробы Которые смерзались ползимы Не вот что-то такое Вот У нас почему-то Очень сильно завышенные ожидания Всегда считается Что если это машина с мотором То она должна Ну как в анекдоте Про японскую бензопилу Которую рельс пилили Недостаток рельс не пилит Вот очень часто вижу Такое же отношение К снегоуборщикам Почему-то Очень сильно завышенные ожидания Адекватное применение Этой техники Это снег Который вот здесь Либо свежевыпавший Либо какой-то То есть регулярно убираете И машина не сломается Будет служить вам годами И десятилетиями Даже недорогая Что не понравилось Есть один момент Вот этот вот рычаг С помощью которого Меняют угол наклона ковша Это общая Конструктивная система Она характерна для всех Гусенистых снегоуборщиков У них надо как-то менять угол Этого наклона Но здесь этот рычаг Выступает за габариты Ну вот Единственный элемент Который скажем так Ну немножко Вот как-то так Это не нравится В остальном все прекрасно Гусеничный чемпион Вот как раз Хороший выбор Для тех Кто приезжает на дачу Допустим Раз в неделю Раз в две недели Скорее уж Раз в три недели То есть эпизодически Уже сталкивается с тем Что накидали сугробы Какие-то на въезде Много снега насыпало Где-то он уже уплотнился То есть это уже Достаточно сложная задача И здесь наверное Лучше действительно выбирать Гусеничный Ну что ж Надеюсь было полезно Спасибо за внимание Подписывайтесь Впереди много интересного Пока